Тише, вы слышали какой-то звук? Да нет, а что такое? Вот опять, смотрите. Смотрите, смотрите, это он! Держите его! Короче говоря, нашёл Влада бумагу А4. Привет! А ты знаешь, что на самом деле такой Влад А4? Если да, то поставь под этим роликом лайк и напиши крутой комментарий. Очень интересно, сколько нас? Это был мой обычный день. Понедельник. Но не тот злой понедельник, когда впереди целая неделя учёбы. А отличный, суперский понедельник. Первый день каникул. Я лежал на кровати и смотрел ролик своего любимого блогера. Влада А4. Вот пипец он и работоспособный. У него ролики выходят почти каждый день. Мне иногда кажется, что он не человек, а просто робот какой-то. В этот момент моих размышлений в комнату забежал отец. О, сынок, ты уже проснулся? А чё молчишь? Да я решил сегодня не вставать особо. Поваляться хочу. Каникулы всё-таки. В смысле? Поваляться, сынок? Короче, чё с побыстром с тобой? Значит, встаёшь, идём, разминаемся, а потом за работу после еды. Ну, бать, у меня же... Эти дам у тебя же, не батька. Ну-ка, вставай, пошли разминаться. Ну нет, да как так-то? Как у него это выходит? Только что же день начинался совсем иначе. Я лежал в тёплой кроватке и смотрел любимого блогера. А теперь вместе с батей посреди комнаты делаю зарядку. В этот самый момент отцу позвонили. Сначала он не хотел брать трубку, но телефон не унимался. Да что такое-то? Я тут с сыном зарядку сделаю нормально. Да. Вы уверены? Это точно? Понял. Сейчас буду. Слушай, сынок, надо, короче, сейчас мне быстренько отъехать. Зарядку сам доделаю до конца. А что случилось, бать? Да там ерунда по одному проекту. Больше я не стал лезть к отцу с вопросами. А молча радостно наблюдал, когда он наконец закончит свои сборы. Вскоре батя уже был полностью одет, вышел в подъезд. Фух, ну слава богу. А то я уже думал, всё, хана моему первому дню каникул. Блин, отец что ли забыл, что вот батя на меня ругается, а сам не хуже меня рассеян. Привет. Слушай, у нас срочное дело. Помочь сможешь? Да, а что случилось-то? У нас слишком мало по времени. Собирайся, по пути расскажем. Хорошо, только у меня одна проблема. Пока я одевался, Денис позвонил отцу и каким-то чудом отпросил меня на весь день. Вот, держи камеру. Короче, снимай всё, что видишь. Я взял камеру, включил, начал съёмку. Мы быстро спустились по лестнице, вышли из дома, сели в машину. Значит так, всё снимай, пацан, включая наши все разговоры. Эта запись, возможно, в дальнейшем будет миллионы стоить. Может, мне всё-таки кто-то объяснит, что происходит? Влад А4, он пропал. Чего? Как пропал? Давно? Слушай, ну точно не больше месяца назад. А может быть, даже и больше. Нет, да вы что? Этого совершенно точно не может быть. Я только сегодня его последние ролики на канале смотрел. А ты уверен, что это он был? В смысле? Ну, конечно, уверен. Я что, как выглядит мой любимый ютубер, что ли, не знаю. Просто у нас есть какие-то очень интересные данные. Не говори пока, сначала нужно всё проверить. Да что проверять-то? Давайте, рассказывайте уже. Я вообще-то ваш оператор. Сейчас, пацан, немножечко потерпи. Скоро уже прием на месте, там всё и узнаем. Кстати, пока едем, давай ребятам про наш ютуб-канал расскажем. Может, кто не в курсе ещё. Да, ребят, если кто-то ещё не знает, теперь у нас есть ещё и рутуб-канал. И там выходят наши ролики. Кстати, канал уже у нас с галочкой. Там мы выпускаем наши новые, короче говоря, и сериалы, которых больше нет нигде. На канале уже весь первый сезон сериала «Вирус». А это целых 22 серии. И ещё 5 новых серий. Короче говоря, «Параллельная вселенная» и другие крутые ролики. Поэтому, ребят, подписываемся на мой рутуб-канал Денис Бубнов, ставим ракеты, пишем комментарии и смотрим море крутого нового контента. Ссылка где? Правильно, в описании. Пока ребята рассказывали про новый канал, мы приехали. Так, всё, ребят, мы на месте. Значит, машину выключаю. С собой возьму экшн-камеру. На всякий случай, буду себя снимать тоже. Ну, с Богом. Пошли. Мы вышли из машины, все направились за Денисом. Что-то какое-то жутковатое место. Вам не кажется, ребят? И только не говорите, что нам в этот дом нужно идти. Да, именно в него. Да мне что-то самому непонятно, как в таком жутковатом месте может вообще находиться Лата-4. И что она делает посреди города? Непонятно, почему вы не слезли до сих пор. Кстати, вон кто-то бежит. Ну, давай, рассказывай. Ну, судя по всему, он здесь. По-любому тут живёт. Подожди, как ты это понял? Ты его видел? Самого нет. Но признаки жизни точно есть. И что? Какие признаки жизни? Их любой бездомный мог оставить. И как ты понял, что это именно Влад? Погодите, это мы сейчас о каком Владе? А-4 что ли? Или у меня глюки? Нет, пацан, не глюки. А-4 скрывается в нашем городе уже больше месяца. По крайней мере, очевидцы об этом говорят уже, ну, явно 30 дней или больше. Где? В этом доме что ли? Ну, сначала по другим местам по городу, а здесь буквально последние пару дней. Я уже задолбался его выслеживать. Считай, 3 дня здесь живу. А здесь так-то не очень-то тепло. Ладно, ребят, погнали сейчас вместе осмотрим дом. Может, что и найдём. Да уж, не очень хорошая затея по этому дому бродить. Мне здесь снаружи-то уже страшно. Внутрь вообще идти не хочется. Ребят, вы серьёзно думаете, что популярнейший ютубер будет жить в этих развалинах? У него что, деньги резко закончились? Ничего, что он миллионер. Я думаю, сейчас ему вообще денег взять неоткуда. Его ищет вся страна. Да, если не всё СНГ, вот ему и приходится прятаться где угодно. Стойте, остановитесь. Как его может искать вся страна, если он почти каждый день ролики на своём канале выкладывает? Ты уверен, что это он? В смысле? А тебе не кажется странным, что он реально работает как робот уже несколько месяцев без сна и выходных? Ну, были такие мысли. И что? А то, что найдут уже давно снимают не Влад, а его двойник. Вы шутите? Я его постоянно смотрю. У него десятки миллионов зрителей. Они бы по-любому заметили подмену. Ребят, может быть мы уже пойдём? Да, ребят, давайте поаккуратнее. Здесь очень скользко. Это тут покат большой. Как бы не ударится самому. Ну всё, ребята, вот и дом. Там по-любому теплее, хоть какие-то стены есть. Тут здесь уже все руки окоченели. Здесь, кстати, ребята, аккуратнее. Реально, тут гвоздей понатыкано очень много. И можно легко упасть. Сейчас я руку подам. Кстати, сейчас без шуток тут реально очень скользко. Ух, не нравится мне вся эта затея. Лучше бы дома зарядку с батей делал. Нет, тут сейчас реально стрёмно. Мы все вместе зашли в дом, стали его осматривать. О, фонарик. Работает. Ну, теперь точно понятно, что здесь точно кто-то есть. Посмотрите, всё исписано. Пойдёмте посмотрим, какие-то листы наложены. Крепец, тут всё развалено. Ты вообще уверен, что тут кто-то был? Да точно вам говорю. Сразу несколько человек его видели. Тише. Вы слышали какой-то звук? Да нет. А что такое? Вот опять, смотрите. Смотрите, смотрите, это он. Держите его. Это точно Влад. Быстрее. Как он так носится? Куда он делся? Попустили его. Ребят, это что, реально был Влад? Настоящий Влад А4? Издали просто очень похож. Ну, а мы тебе что говорили? Только куда он теперь делся? Пойдёмте, нормально дом, может, осмотрим. Может, найдём следы какие-то. Давайте. Здесь, смотрите, надписи полно странных. Аж до мурашек страшные. Не знаю, ребят, вот я на месте Влада, я бы здесь точно не жил. Ни дня, ни минуты. Лучше где угодно, только не здесь. Да уж, это точно. Эй, стой, ты куда поезжал? Стой, лови его, держи. Ты кто такой? Ты чего от нас бегаешь, а? Так, на, подержи камеру. Ну-ка, стой, хватит рыпаться. Пакет какой-то у него здесь. Держи, так, энергетик дорогой. Молоко. О, тоже, кстати, дорогое. Фрукты. Кого ты сегодня несёшь-то, а? Да, для себя. Что-то слишком дорогая еда для тебя. Посмотри, эта энергетика рублей 200 стоит. Ты точно такой бы не пил. Рассказывай давай всё. Да и так понятно, кому. Говори, где Влад. Да не знаю никакого Влада я, что пристали. Да? А вот это у тебя что? Откуда столько денег у тебя, да как помж одет? Всё, рассказывай. Все уже знают, что Влад тебе платит. Где он? Да убежал он. Спугнули вы его. Подожди, ты реально носил еду Владу А4? Получается, ты видел его? И как он? Как он здесь оказался? Почему он скрывается? Как вообще его подменили? Да погоди ты, столько вопросов он задавал, даже я все не запомнил. Ты мне скажи, как так получилось, что Влад А4 теперь больше свой канал не ведёт? Что вместо него его двойник? Не знаю я. Я с ним насчёт этого не разговаривал. Я ему просто еду носил. Ну а что ты ещё, может быть, знаешь, осознавлён? Отскажи, пожалуйста, куда он мог пойти? Понятия не имею. Теперь я всю из-за вас работу потерял. Короче, так, слушай. Мы тебе сейчас всё твои деньги возвращаем, ещё даем сверху. А ты нам рассказываешь всё, что ты знаешь о Владе. И говоришь, где его можно найти. Незнакомец согласился на наше предложение. Но знал он реально немного. Оказывается, видел Влада он только два раза. Как раз тогда он принёс ему продукты и получил деньги. И что? Ты думаешь, он опять сменил место? Да, каждый раз, когда его кто-то обнаруживает, он там больше не появляется. Опа, попались, голубчики. Спасибо тебе, пожар, большое. Вы кто? Что нам надо? Военные схватили Дениса и куда-то повели. Нам было так страшно, что мы с Ленкой просто смотрели молча на всё происходящее. И даже не шевелились. Отпустите вы меня. Уберите свои руки. Пошёл. И будешь здесь сидеть до тех пор, пока не подумаешь и не обдумаешь своё поведение. Слышь, Влада А4, но увидеть захотел. Толкните здесь. Пошли, лысый. Ничего, ребят, у меня здесь получается есть только камера и ещё фонарик. И больше ничего. Здесь очень темно, сыро и очень страшно. Как оттуда выбраться, я не знаю, ребят. Пожалуйста, у меня села уже экшн-камера. Если хотите мне помочь, то переходите на мой Рутуб-канал. Смотрите все серии, все до единой. Ваши просмотры на Рутубе, они будут согревать меня. Поэтому, ребят, пожалуйста, смотрите мой Рутуб. Я постараюсь отсюда как-то выбраться. Всем удачи, ребят. Всем пока. В прошлых сериях мы с Мишкой и его отцом отправились в радиоактивный лес в нашей области. Но уже через пару часов я потерял своих друзей и остался совсем один. За мной охотилось непонятное существо в противогазе. Но меня спас военный, который позже стёр мне и сестре память. Но перед тем, как заснуть, Ирина успела написать записку, которая должна помочь нам всё вспомнить. Я стоял и смотрел на записку, вообще ничего не понимая. Почерк был точно сестры, но она, как и я, ничего не помнила. Если я это написала, но я ничего не помню, значит кто-то или что-то стёр мне память? Точно, ты гений, Ирин. Нужно проверить дом, возможно ещё чего-нибудь найдём. Мы с сестрой стали бегать по квартире и всё подробно осматривать. Дядя Витя и Мишка тоже ходили вместе с нами, но толку от них особо не было, ведь они не живут здесь. Должно быть ещё что-то, помимо записки. Все вещи вроде на месте. Ничего необычного, только у всех немного голова побаливает и совсем не помним вчерашний день. Через примерно полчаса Мишка с отцом стали собираться домой. Всё, Дэн, я пойду, лучше дома в плойку поиграю. Да и мне пора, а то завтра на работу. Сестра проводила ребят, закрыла за ними дверь. Ну и что делать будем? Что-что, жить обычной жизнью, всё равно ничего вспомнить не можем. Эх, к сожалению, сестра была права. Надо просто жить дальше. Я сел за ком, достал телефон, загрузил в Бравл Старс. О, кстати, ребят, а вы ещё играете в Бравл? Если да, то напишите, сколько у вас бойцов и кубков. У меня, кстати, уже скоро 14 тысяч кубков будет. И все бойцы, ну кроме Лек. На них мне не везёт почему-то. Не успел я пройти и одного столкновения, как в дверь позвонили. Даже интересно, кого там ещё принесло. На всякий случай я встал за дверью и наблюдал издалека. Мало ли что, как говорится, бережёного бог бережёт. Ирина открыла дверь. Это был Денис. Из их разговора я понял, что сестра успела позвонить ему и рассказать о нашем происшествии. Слушай, это очень похоже на один квест. На его сейчас много блогеров проходит. Денис стал рассказывать о квесте в Чернобыльском лесу. Что согласно преданию, чтобы его пройти, туда нужно отправляться одному. Ну а если честно, я во всю эту чушь не особо верю. Мы с Ириной переглянулись. С каждым словом Дениса о Чернобыле мы потихоньку вспоминали вчерашний день. Нет, Денис, я думаю, квест не выдумка. И нам всё же стоит пройти его. Хотя бы ради людей. Кроме того, у тебя больше миллиона подписчиков. И мы должны показать миру, что там произошло на самом деле. Денис не очень хотел ввязываться во всю эту авантюру. Но через полчаса уговоров он всё же согласился. Хорошо. Возьмёшь камеру и пойдёшь за мной. Она в реальном времени будет передавать изображение вам на компьютер. Ты, оставаясь дома, возьмёшь кому-нибудь в помощь, будешь за нами следить и помогать. Мы стали готовиться к отправке на квест. Денис настроил камеру и отдал её мне. Мы посадили отца Мишки и Ирину за компьютер, с которого они смогут следить за нами и помогать через наушник. Так, ну вроде и всё взяли. Значит, камера, телефон, наушник. Всё, готово. Погнали, можно отправляться. Мы попрощались со всеми, спустились из дома и сели в машину. Раз-раз, проверка связи. Как слышно? Слышим тебя хорошо, Денис. Впереди длинная дорога. Счастливого пути. Не, ну что, пора ехать. Денис быстро поехал по городу. Я сидел в машине и смотрел то в своё окно, то на водителя. Не знаю, куда нас заведёт этот квест, но если будет хоть маленький шанс спасти людей, то оно того стоит. Мы ехали один час, два часа, три часа. Ещё пару километров и должен быть поворот налево. А там полчаса прямо, и упрётесь прямо в заброшенную деревню. Она рядом с Чернобылем. Эх, вас понял, ребят. Очень надеюсь, что это всего лишь квест. Через 10 минут мы свернули с трассы и поехали по безлюдной дороге. Как-то мрачно здесь. Ни одной машины, ни одного человека. Ну да, страшновато. Зря мы, наверное, вдвоём поехали. Вон, смотри, какой пруд красивый. Так и не скажешь, что рядом Чернобыль. Ну что, осталось где-то, наверное, километров 20 примерно. Следующий поворот налево, походу. Блин, спать ещё хочу. Всю ночь почти не спал. Всё, дорога здесь, походу, закончилась. Дальше одни ямы. Мы поехали по очень плохой разбитой дороге. Пипец, прям как после войны. Хотя кому тут дорогу делать-то? Нет ни души. О, смотри, кажется, это послание для нас. Денис тут же остановил машину и быстро пошёл смотреть таинственную посылку. Что там? Что за послание? Привет, мой юный сталкер. Это первая часть квеста. Ты находишься совсем рядом от радиоактивной деревни. Поворот на неё уже через пару километров. Приходи один. Короче, деревня уже рядом. Наверное, чтобы пойти по квесту дальше, нужно такие записки нам искать. Пойдём обратно в машину. Мы с Денисом вновь сели в машину и поехали по дороге. Походу, этот квест не выдумка. Что-то мне уже очень не по себе становится. Надеюсь, всё будет хорошо. Вот там, походу, поворот налево. Дорога, правда, здесь совсем ужасная. Проедем сколько сможем, а дальше пешком пойдём. Да, всё правильно. У нас, судя по карте, здесь тоже поворот. Будьте осторожны там. Сейчас ещё немного и будем выходить. Можно, конечно, дальше проехать, но что-то уже страшно. Дострять можем. Не надо, Денис, не рискуйте. Идите лучше пешком, машина ещё пригодится. Попробуй развернуть машину, чтобы, если что, сразу же уехать. Мало ли что. Вот это, кстати, хорошая мысль. Безопасность превыше всего. Это нам сэкономит драгоценные секунды в экстренной ситуации. Вон, смотри, опять этот квест. Походу мы едем в нормальном, в правильном направлении. Сейчас машину тогда разверну и пойдём на улицу. Мы развернули машину, вышли на улицу. Офигеть, это мы уже так близко. Прямо возле нас была та самая заброшенная радиоактивная деревня. Значит, в паре километров отсюда уже начнётся город. Я же сказал, что проходить квест нужно одному. Но так и быть, можете взять юного оператора. Но он не должен проронить ни слова. Иначе Снорк заметит и его. Снорк? Какой Снорк ещё? Это такой монстр, очень похожий на человека. Вернее, он раньше и был человеком, пока не получил смертельную дозу радиации. Нет, слушайте, мы так не договаривались. Есть тут какой-то ещё полу-человек-полумонстр, я на это не подписывался. Всё, поехали домой, пацан. Стой, Денис, давай попробуем пройти ещё немного. Может быть, дальше будет понятно, где искать выживших людей. Да, информацию заодно больше соберём, чтобы показать всю правду твоим подписчикам. Ладно, мы только ради вас, мои любимые зрители. Я рискую своим здоровьем только ради вас. Пойдём, но ты не должен проронить ни слова, понял? Просто молча, иди за мной, и всё снимай. Мы пошли дальше к самой деревне. Здесь было много больших заброшенных домов. Интересно, что в них раньше было? Надо по порядку осматривать дома. Может, найдём следующую подсказку. Кстати, ребят, где она может быть, вы не знаете? Такой информации у нас нет, только карта. Попробуйте всё получше обойти, точно что-нибудь найдёте. Ага. Главное, никого монстра не найти. Вот, смотри, кажется, подсказка. Давай, аккуратнее. Кипец, здесь стрёмно, конечно. Так, что здесь у нас? Вы всё ближе к цели и всё ближе к снорку. Соблюдайте два важных правила, чтобы оператор ваш не пострадал. Он должен не говорить ни слова, это первое. Второе, у него в руках должна быть большая камера. Ну и где нам взять большую камеру, если у нас только экшн-ка одна? Посмотрите вокруг. Может, там рядом что-то есть? Да нет здесь ничего. Они развалены. Хотя стой, вон же камера. Ирин, ты гений. Интересно, она вообще работает? Где её включить-то? А, вроде здесь. Во. А, не микрофон большой. О, включилось, работает. Тогда смотри. Давай мне экшн-ку, а сам держи большую камеру, всё на неё снимай. И самое главное, ни слова. Держи. Ни слова, ни слова. Понял я уже, пять раз повторил. Хорошо хоть мои мысли никто не слышит. Мы ходили по заброшенным домам ещё 10 минут, 20 минут, 30 минут. Я снимал Дениса на камеру, которую мы нашли. А он меня на экшн-ку. Интересно, как они за нами наблюдают? Как они понимают, где мы находимся? Посмотри, может, камеры где-то спрятаны? Да нет тут никаких камер. Я всё осмотрел. Либо они так круто спрятаны. Стой, тихо. Ты слышишь какой-то звук? Похоже на тяжёлое дыхание. Пойдём отсюда. Зачем мы вообще сюда пришли? Сидели бы дома, чай горящий пили. А, это он! Уходим, да? Уходим отсюда, быстрее! 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 Иди сюда! Давай, давай скорее! Беги сюда, к машине! Он уже там! Не успеем! Давай назад! Быстрее! Мы бежали там, быстро, как только могли. Сзади, за нами, быстро шёл Снор. Как он так быстро ходит? Мы бегом от него не успеваем. Денис, Денис, стой! Там брат упал! Сейчас его догонит этот монстр! Помоги ему! Стой, Денис! Не смей! У него в руках камера! Снорк не должен его тронуть! Только ничего не говори, пацан! Замри! Вообще, не шевелись! Он уходит! Уходит! Ура! Не шевелись, пацан! Замри! Пусть подальше отойдёт! Всё, вставай! Иди потихоньку! Только тихо, тихонечко! Чтобы он не увидел! Как ты, Денис, живой? Красавчик! Ничего не говори! Пойдём оттуда потихоньку! В ту сторону идти нельзя! Надо в обход! Потому что там снорк! А надо как-то вернуться к машине! Пойдём! Дом какой-то! Ух ты! Похож на жилой! Давай проверим! Надеюсь, в нём нет монстров! Закрыто! Но что-то не подсказывает, что мы идём в правильном направлении! Подсказочка! Поздравляю! Вы спаслись от снорка! Страшно было за пацана, да? Разгадка находится недалеко от пруда! Да кто это вообще такой? Откуда он всё знает? Ты где? Откуда ты на нас смотришь? Всё, надо уходить отсюда! Больше мы в эту игру не играем! Постой, Денис! Попробуй найти ещё одну подсказку! Снорк всё равно уже далеко! Ладно! Но последнюю! И теперь уже точно! Мои зрители! Только всё ради вас! Пойдём! Всё делать-то уже остаётся! Мы снова отправились в путь! Последняя подсказка должна быть где-то рядом! Надеюсь, она правда будет последней! О! Смотри! Там пруд! Пойдём туда! Да уж! Знал бы я, что мы в такую жопу мира попадём! А было бы что-нибудь попроще! А не свои кроссовки! Вот эти! Так, ну и где подсказка? Вон пруд! Вон сарай! Хотя, может, возле него? Мы подошли к сараю! Всё внимательно осмотрели! Нет, здесь ничего! Давай посмотрим внутри! О! Он не заперт! А! Вот и подсказка! Наконец-то! Дай бог последняя! Так! Это последняя подсказка! Разгадка слева! А справа с ног! А! А! Вон вот он! Уходим! Уходим отсюда! Быстрее! Денис, уходи! Мы кое-как добежали до машины! Сторг буквально наступал нам на пятки! Быстрее! Заводись! А! Нет! Быстрее! Быстрее! А! 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 Запомните! Больше никогда! Никогда не просите меня это делать! Я ведь грязный! Не пойми в чём! Какой-то квест! Монстр! Поняли? Никогда! Никогда больше! Не поймёте!